В театре бурятской драмы в преддверии 23 февраля поздравили защитников Отечества. Со словами благодарности к действующим военнослужащим, а также ветеранам вооруженных сил, обратился командующий 36-й армией Восточного военного округа. Здесь, в этом зале, мы чтим память павших годы войны воинов. Мы склоняем голову к глубокому уважению перед сединами ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла. Военнослужащие бурятского территориального гарнизона с честью продолжают боевые традиции своих отцов и дедов и добросовестно несут героическую эстафету старших поколений. Поздравили военнослужащих и первые лица республики и города. Выходцы из республики Бурятия были первыми на Халкинголе. В боях в Великую Отечественную войну у нас много героев, полных кавалеров Ордена Славы и просто заслуженных и достойных бойцов, которые сражались за Родину. Отдельно хотелось бы подчеркнуть, что День Защитника Отечества – это праздник и тех, кто вместе со своими мужчинами переносит все тяготы. Праздник жен, матерей, дочерей, сестер. Крепкий семейный тыл позволяет и заставляет мужчин сделать невозможное любое благое дело на благо нашей страны. За свою историю День Защитника Отечества сменил три названия – День Красной Армии, День Советской Армии и День Советской Армии и Военно-Морского Флота. Ежегодно праздник служит символом чести, доблести и мужества. Андрей Слепнев, Жаргал Терендашиев. Новости дня. Субтитры создавал DimaTorzok